Добрый день, меня зовут Александр Чекелевский. И сегодня мы с вами приготовим холодник по-литвински. Для этого мы используем печеную свеклу, именно печеную, потому что вкус печеной свеклы очень насыщенный, яркий, вкусный. Кефир, сметана, редис свежий, огурец, зеленый лук. И как добавка вкусовая, это отварная говядина. Приступаем. Для начала мы берем кефир, жирность примерно 3,5-3,2. Он достаточно густой, но если мы говорим о литвинском холоднике, сюда всегда еще добавляется сметана для густоты. Это можно, конечно, не делать, но со сметаной будет вкуснее. Добавили сметану, можно взять примерно процентов 20 жирности. Это будет хорошо. Видите, вот сразу становится жидкая база у нас такая густоватая. Добавили. Обязательно солим. Соль по вкусу тут как бы дело вкуса. Опять-таки, можно использовать мелкую, можно использовать морскую, крупную я использую. Обязательно проверяем на соль. Хорошо. И сейчас мы добавляем печеную свеклу, нарезанную соломкой. Можно нарезать кубиком соломкой, как вы посчитаете, вам нужен, как вам вкуснее. Добавляем сюда. Все-все-все. И сок, который здесь получился, чтобы по максимуму отдать цвет и вкус. Перемешиваем. И в идеале необходимо, чтобы эта масса постояла примерно минимум полчаса в холодильнике. Готовить холодник можно, конечно же, просто на кипяченой воде. Либо готовить свекольный отвар, либо готовить свекольный квас. Можно готовить такой же холодник, например, на грибном квасе, на овощном бульоне. Масса всяких вариантов, которые, ну, я думаю, хозяйки или хозяин, который решит сделать такой холодник, сам выберет базу, основу. Перемешали. И отставляем ненадолго, как бы, в импровизированный холодильник. А сейчас мы подготавливаем тарелку. Для этого обычная тарелка. Естественно, в любой холодильник идет свежий огурец. Точно так же, как нарезали мы свеклу, мы нарезали свежий огурец. Я кладу достаточно много, потому что славянские супы, они густые, они должны быть густыми. Они не могут быть жидкими, как бульончик, как что-то еще. Там это первое и второе в одной тарелке, чтобы человек поел и понял, что он поел. Обязательно я добавляю редис, свежий натертый. Вот таким вот образом. Это добавляет и свежесть, и добавляет легкую остринку. Пикантность такую. И добавляем отварную нарезанную говядину. Как вариант, иногда еще в литвинском холоднике можно найти раковые шейки. Но это уже барство, надо по нынешним временам. Если кто-то хочет, может заменить, конечно, креветками, но все-таки раковые шейки, они вкуснее, у них вкус другой, более интересный. И он более наш. Добавили говядину. Тоже жалеть не будем, по-богатому. И вот теперь, как база, мы заливаем. Будем считать, что он постоял полчаса в холодильнике, он холодный. Либо, как вариант, можно взять тарелку и поставить ее на 15 минут в холодильнике, в морозильную часть, чтобы она тоже была холодной-холодной. Иногда тоже, как вариант, в некоторые холодники добавляют кусочки льда. Либо крупные кусочки, либо уже как бы разбитые, по желанию. Видите, какой густой у нас получился за счет сметаны. И наливаем. Если вы считаете, что для вас это очень густо, то, в принципе, конечно, сметану можно не добавлять. Это уже, как говорится, дело вкуса. Дадим немножко, чтобы жидкость проникла в серединку. Обязательным ингредиентом это яйцо. Можно взять куриное. Можно взять перепелиное. В данном случае я взял перепелиное. Кладем сюда. Как яркое пятно такое. Обязательно. Зеленый лук. Куда же без него, тем более в жаркую погоду, когда хочется чего-то такого свежего, сочного, вкусного. Добавляем зеленый лук. И немножечко рубленого укропа. Это можно добавлять, можно не добавлять, как посчитаете нужным. Но я добавлю, чтобы все-таки освежить наше блюдо. Вот такой холодник получился. Как вариант, можно добавить еще немножко масла. Только я предлагаю не оливковое, потому что это все-таки не белорусский, не наш национальный продукт. Взять льняное масло, либо конопляное, либо рыжиковое масло, либо грецкого ореха. Тоже достаточно интересно и обогатит вкус. Вот такой холодник у нас получился. Холодник по-литвински, пожалуйста. Холодник по-литвински, getirка